В нашей аудитории говорить о проблеме актуальности рака желудка, наверное, будет излишним. Хочу только остановиться на некоторых цифрах, которые за последнее время были опубликованы и посвящены раку желудка, а в частности, выживаемости от рака желудка, при раке желудка и проблеме поздней выявляемости. Вот это данные Всемирной Гастроорганизации Здравоохранения, простите, пожалуйста. И мы видим, что в странах, не только в развивающихся странах, но и в странах, где раку желудка уделяют очень пристальное внимание, уделяют внимание ранней диагностике, вот все эти страны были включены тоже в статистику, при этом всё равно средняя пятилетняя выживаемость при раке желудка не превышает 24%. Если взять данные по нашей стране, последние, которые были опубликованы за 2022 год статистики, по сей день на четвёртой стадии рак желудка у нас выявляется ульвиной доли пациентов, это 40% больных с раком желудка выявляются на четвёртой стадии заболевания, почти половину из них умирают в течение года после установления диагноза. Таким образом, эти данные нам ещё раз подчёркивают факт необходимости раннего выявления даже не предраковых изменений в желудке, а заболеваний, которые являются фоном для развития предраковых изменений. В частности, мы сегодня будем говорить о гастрите. Итак, уровни профилактики рака желудка делятся на несколько. Первое – это первичный уровень, это знание и устранение модифицируемых факторов риска. На сегодняшний день абсолютно чётко известно, что если речь даже не о соли или несвоевременном питании, как у нас принято думать, что гастрит развивается из-за неправильного питания, речь прежде всего идёт о хеликобактер пилори. На сегодняшний день хеликобактер пилори признана, всем это известно, канцерогеном первого порядка, поэтому своевременная диагностика ещё до стадии развития атрофии, кишечной метаплазии и эрадикации хеликобактер пилори – это, наверное, главное, чем мы должны заниматься. Второе – это своевременная диагностика и лечение предраковых заболеваний желудка, но сейчас об этом более подробно расскажет Роман Олегович Куваев. Прежде всего здесь речь идёт об атрофическом гастрите, гастрите с кишечной метаплазией. Ну и необходимо, если мы всё-таки диагностировали у пациента гастрит, а тем более гастрит уже в такой распространённой стадии, обязательно наблюдать таких пациентов, потому что в нашей стране этот этап, он практически отсутствует. То есть все знают, что у меня есть гастрит, врачи тоже с радостью устанавливают диагноз гастрит, но потом этот пациент уходит в никуда, никто не понимает сроки наблюдения, не понимают, какими методами мы должны этих пациентов наблюдать, кому проводить биопсию желудка, в каком объёме, как часто, как часто наблюдать эндоскопически. Поэтому сегодня мы с Романом Олеговичем Куваевым хотели вот эти моменты ещё раз подчеркнуть. И обращаю внимание, что в нашей стране есть приказ по диспансеризации, который гласит о том, что в возрасте 45 лет каждый гражданин нашей страны, даже не страдающий никакими симптомами, должен пройти эзофагогастродуаденоскопию. Ну а сейчас я передаю слово Роману Олеговичу для того, чтобы он подробнее рассказал дальше. Спасибо большое, уважаемые коллеги, добрый день. Как уже говорила Валерия Олеговна, важной задачей ведения пациентов, точнее мы так ещё их не называем, когда человек не предъявляет никаких жалоб, но он пришёл на диспансеризацию. И у нас есть прекрасный документ, приказ, который гласит о том, что действительно после 45 лет мы можем направить пациента на эндоскопическое исследование. И этот документ также предполагает возможность применения адекватного анестезиологического пособия, в том числе в организациях, которые оказывают специализированную медицинскую помощь в условиях дневного стационара. Как нам проводить эндоскопическое исследование? Это первый шаг, диагностика. Регламентирует этот первый шаг два документа. Первый – это клинические рекомендации по гастриту и доодониту. И второй очень интересный документ, который был опубликован в профилактической медицине. Этот документ посвящён алгоритму диагностики ведения пациентов с гастритом для врачей первичного звена. И давайте подробно прочитаем это положение. Гастроскопия предпочтительно высокого разрешения с прицельной биопсией или биопсией, как минимум, с четырёх точек, рекомендована для проведения этого первого шага, шага диагностики. Целью диагностики, эндоскопической диагностики является выявление предраковой патологии, начальных стадий рака желудка и, важно, отбора пациентов для последующего лечения и динамического наблюдения. То, о чём говорила Валерия Олеговна. Действительно, нам нужно выбрать пациентов, которые в дальнейшем будут наблюдаться. Ну, давайте прочитаем ещё раз. То есть, минимум, наше минимальное требование – это эндоскопия с биопсией, как минимум, из четырёх точек. Всё-таки стандартом, достаточно таким известным, является модифицированная сиднийская система, в соответствии с которой мы выполняем биопсию не из четырёх, а из пяти точек. Это две точки из антрального отдела и угол желудка, и две точки из тела желудка. Это не совсем случайная биопсия. Всё-таки, выполнив биопсию в этих пяти точках, мы можем понять, на каком этапе сейчас находится наш пациент, на каком этапе развития атрофических изменений. Дело в том, что прогрессирование атрофических изменений как раз и идёт от антрального отдела желудка, далее на угол желудка и малую кривизну тела желудка, и только потом распространяется по передней и задней стенкам, охватывая весь желудок до большой кривизны. Поэтому, выполнив биопсию из пяти точек в раздельные флаконы, мы прекрасно можем отдифференцировать степень распространения атрофических изменений и, соответственно, определить риск рака желудка. Также с помощью биопсии, с помощью вот такого протокола биопсии, мы можем выполнить гистопатологическое стадирование хронического гастрита и определить стадию. Стадию по системе Ольга и Ольгим. Это система оценки, которая предполагает взвешенно интегрированную описание антрального отдела желудка и тела желудка, при котором определяется некая стадия гастрита. Считается, что первая и вторая стадия – это лёгкая стадия, которая не требует дальнейшего наблюдения. Третья и четвёртая – это пациенты высокого риска развития рака желудка, и мы должны их наблюдать. Но всё-таки минимальным требованием является более простой биопсийный протокол. Для того, чтобы нам определиться, как вести пациента, нам достаточно знать степень атрофии, наличие кишечной метаплазии в антральном отделе желудка и в теле желудка, и нужно это сравнить. Поэтому минимальным требованием является протокол, так его можно условно назвать, 2А плюс 2Б – это два биоптата из антрального отдела желудка и два биоптата из тела желудка. Эти биоптаты сохраняются в отдельные два контейнера, и отдельно указывается о том, что биопсия должна быть выполнена из каждого видимого подозрительного патологического участка, если у нас есть какие-то вопросы при эндоскопическом осмотре. Но всё-таки выполнение рандомизированной биопсии – это в определённой степени случайность. Если мы посмотрим на этот слайд и, скажем так, проследим выполнение биопсии из точки в средней трети тела желудка по малой кривизне, то с помощью современных эндоскопических технологий, увеличительной эндоскопии, мы можем заметить, что, например, с левой части там слизистая оболочка без атрофии, в правой части – это как раз зона атрофических изменений, кишечной метаплазии, и мы действительно можем просто промахнуться и действительно надёжность гистологического диагноза, основанного только на случайной рандомизированной биопсии, несёт в себе определённый риск ошибки. Поэтому, ещё раз читая это положение, в самом начале делается акцент, что всё-таки предпочтительно использовать гастроскопию высокого разрешения с прицельной биопсией. Всё-таки современные оптические технологии, они позволяют в значительной степени улучшить диагностику, как в данном случае при хроническом гастрите, ассоциированном с инфекцией, феликобактер пилори, мы видим зону атрофии, вот эту границу между атрофией и неатрофичной слизистой оболочкой очень чётко, контрастно в таких дополнительных режимах оптической визуализации. Здесь используется эндоскопия в режиме LCI. Сложнее обстоят дела с аутоиммунным гастритом, когда речь не идёт о некой границе между атрофической и неатрофической слизистой оболочкой, а речь идёт о диффузной атрофии. И в частности здесь мы в теле желудка видим бледные слизистые оболочки, визуализацию сосудов подслизистого слоя, исчезновение складок желудка по большой кривизне. И нет этой чёткой границы. Нам помогут и в этой ситуации также современные оптические технологии, где мы можем действительно детально осмотреть вот этот фон, фоновую слизистую оболочку и увидеть весьма интересный признак вид сброшенной кожи. Это отсутствие визуализации устьев желёз при осмотре в узком спектре света с увеличением. Более того, мы также часто видим маленькие точечные участки и образования в теле желудка при аутоиммунном гастрите. Это так называемое белое шаровидное образование и гломусное образование. Белое шаровидное образование – это кистозное расширение фундальных желёз с наличием вязкого непрозрачного секрета. А гломусное образование – это немножко другое, это гиперплазия энтерохромофиноподобных клеток. Ну и как раз таргетирование биопсии в этих зонах, мы, если мы это сделаем, мы, конечно, получим зоны максимальной атрофии. И получается, что здесь диагноз будет наиболее эффективным. Безусловно, использование узкоспектральных технологий визуализации позволяет улучшить диагностику кишечной метаплазии. Обратите внимание, как в данном случае мы видим бледно-розовые очаги на розовом фоне. Они не всегда контрастны даже при эндоскопии высокого разрешения, но с использованием узкоспектральных технологий визуализации мы видим светло-голубые участки слизистой оболочки на коричневом фоне. Это как раз и есть очаги кишечной метаплазии. Считается, что это позволяет увеличить диагностическую точность на 11% даже в сравнении с эндоскопией высокого разрешения в белом свете. И у нас есть все-таки две цели выполнения таргетированной биопсии. Это первое и самое главное – это подтверждение и стадирование предраковых состояний. Мы прицельно выполняем биопсию как раз из зон, которые, по нашему мнению, максимально плохо выглядят в плане предраковых изменений. Но вторая цель – это диагностика инфекции хеликобактер пилори. Не всегда, кстати, мы ее преследуем при выполнении эндоскопического исследования, но если наша задача состоит еще и в том, чтобы диагностировать инфекцию хеликобактер пилори, нам в этой ситуации следует прицельно выполнить биопсию не из зон кишечной метаплазии, то есть выбрать максимально сохраненную слезистую оболочку. Это связано с тем, что очаги кишечной метаплазии минимально обстанены инфекцией хеликобактер пилори. Мы можем получить ложный отрицательный результат. Следующий шаг – шаг, который предполагает лечение. Я передаю слово обратно Валерию Олеговне, которая расскажет о том, как же, собственно, лечить гастрит и в чем заключается лечение. Да, уважаемые коллеги, но это то, с чего я начала, что хеликобактер пилори – наш главный враг, и вы видите перед собой самые последние рекомендации Российской гастроэнтерологической ассоциации, созданные вместе с обществом эндоскопическим, нашим российским. Вы видите последнюю публикацию, которая называется «Современный алгоритм диагностики и ведения пациентам с хроническим атрофическим гастритом и кишечной метаплазией». Основными авторами статьи являются Сергей Владимирович Кашин, Роман Олегович Куваев под руководством академика Драбкина и Оксаны Михайловны. Это наши российские руководства, которые четко, абсолютно аргументируют и подчеркивают необходимость проведения эрадикационной терапии максимально рано. Мы понимаем, что детей мы не эрадицируем, если у них нет для этого очень серьезных показаний, но с момента достижения 18-20 лет мы уже можем рассматривать вопрос эрадикации, потому что согласно всем современным консенсусным документам и большим исследованиям, метаанализам, чем раньше проведена эрадикация, тем более благоприятные эффекты эрадикации и прогноз в дальнейшем в отношении развития рака желудка. И вот здесь, чтобы не быть голословной, я вам сейчас покажу данные, которые, наверное, вам хорошо известны. Это данные двух метаанализов. Вот, например, первый метаанализ американский, в котором мы четко видим, что первая группа пациентов, которые были инфицированы хеликобактер пилори, и которым эрадикация не проводилась, или они получали плацебо, в исходе наблюдения 3% мы видим, у этих пациентов развился рак желудка. И вторая группа пациентов, которым проводилась эрадикация, у этих пациентов рак желудка развился вдвое реже, развивался вдвое реже. То есть это, ну, может быть, нам кажется, что это не так уж и много, да, вдвое снижается заболеваемость. Но надо учитывать, что в эти группы наблюдений они очень гетерогенные, входили и пациенты, и с атрофическим тяжелым гастритом, и с кишечной метаплазией. Вот другой метаанализ китайских авторов, в который было включено 10 публикаций, который тоже показал совокупное снижение риска развития рака желудка на 36% у эрадицированных пациентов. В нашей стране пока существуют как бы основные рекомендации по эрадикационной терапии, и там показания к эрадикации разделяются на 2 группы. Первое – это обязательные показания к эрадикации, то есть это те пациенты, у которых мы даже не думаем, у нас не возникает ни минуты сомнения, что им нужно проводить эрадикационную терапию. Это пациенты с язвенной болезнью желудка и 12-перстной кишки. Это пациенты, длительно принимающие нестероидные противовоспалительные препараты. Это пациенты, у которых уже был диагностирован и эндоскопически удален ранний рак желудка, у которых желудок остался, но он инфицирован, хеликобактер. Понятно, что таким пациентам тоже необходима эрадикационная терапия. И есть такие, без слова, обязательные просто показания к эрадикации, где сказано, что хронический гастрит у инфицированных пациентов, даже если у них нет никаких симптомов, у бессимптомных пациентов тоже является показанием к эрадикации как раз с целью канцерпревенции. Это наши российские. А если мы обратимся к международному последнему консенсусу Маастрихту, шестому, то там таких оговорок даже нет. Там сказано, что любой инфицированный человек должен обязательно подвергаться эрадикационной терапии. И такие, посмотрите, ну прям безапелляционные положения, что хеликобактер пилори – это не комменсал, это патоген. Хеликобактер пилори обязательно вызывает гастрит, то есть не бывает такого бессимптомного, в смысле безвредного существования хеликобактер, что он просто существует и не вызывает воспаления. Нет. Если инфекция хеликобактер у пациента подтверждена, это значит, у него обязательно будет хроническое, активное воспаление в слизистой оболочке желудка, которое с течением времени будет переходить в более такие серьёзные, тяжёлые и необратимые процессы, как атрофия и кишечная метаплазия. И вот посмотрите, в этом самом международном консенсусе МАСТРИХ-6 есть очень интересные положения. Вот мы всегда думаем, а есть ли смысл проводить эрадикацию, если атрофия и кишечная метаплазия уже развились, если они распространённые, будет ли какая-то польза пациенту, стоит ли его нагружать такой массивной антибиотикотерапией. Посмотрите, есть прям выделено в отдельные положения, что эрадикация хеликобактер может обратить вспять атрофию желудка и в некоторой степени кишечную метаплазию. Но, безусловно, даже если не обратиться спять, то, безусловно, остановит прогрессию хронического атрофического гастрита до рака участия пациентов. Эрадикация хеликобактер пилори даёт шанс для предотвращения рака в любом возрасте, но величина пользы уменьшается с возрастом. То есть, чем раньше, тем лучше. Вот у нас тут в аудитории очень много молодых людей. Я вижу, призываю всех, если вы ещё не знаете свой статус инфекции, пойти и провериться. Ну и то, что я уже пять раз, наверное, сегодня повторила, что эрадикация наиболее эффективна для профилактики рака желудка до развития тяжёлого хронического атрофического гастрита. Потому что у нас тоже есть такой стереотип у населения. Сходил на гастроскопию, написали поверхностный гастрит. Ну, поверхностный, ладно, когда будет что-то более серьёзное, тогда я буду пить эту горсть таблеток, гору таблеток из антибиотики. Вообще это очень вредно. Нет, это в корне неверная стратегия. Поэтому самое главное, ещё раз подчёркиваю, с точки зрения врача-терапевта, гастроэнтеролога, любого другого врача, если вы сталкиваетесь с пациентом и понимаете, что он инфицирован, то либо направьте его к специалисту для проведения эрадикации, либо назначьте ему эти препараты самостоятельно. Ну, а дальше, в зависимости от того, какой перед вами пациент, с уже развившимся атрофическим гастритом, с кишечной метаплазией, либо это просто поверхностный гастрит, мы должны избрать тактику наблюдения. И я для этого передаю слово Роману Олеговичу. Действительно, зачем мы это всё делаем? Зачем мы так тщательно диагностируем участки кишечной метаплазии, определяем распространённость атрофических изменений, берём биопсию, биопсию из разных мест, только для того, чтобы правильно в дальнейшем наблюдать пациентов? Если пациенту всё равно рекомендуется условно ежегодное наблюдение, потому что у него гастрит, то все наши усилия по вот этой стратификации риска, они просто напрасны. Зачем пациенты так будут наблюдаться? Но всё-таки это не совсем правильная стратегия. Мы действительно можем серьёзным образом подойти к индивидуализации наблюдения пациента. И давайте рассмотрим несколько вариантов, какие встречаются у нас при введении пациентов с хроническим атрофическим гастритом. Итак, если это слабая или умеренная атрофия, которая локализуется только в антральном отделе желудка, не выявлена кишечная метаплазия, это не требует наблюдения. Часто мы слышим, что атрофический гастрит – это обязательное предраковое состояние, оно должно обязательно наблюдаться. Но большинство пациентов, именно большинство, всё-таки не имеют распространённых предраковых изменений в слизистой оболочке, и поэтому риски развития опухоли в этой ситуации крайне незначительны. И в таких ситуациях, когда атрофические изменения только в антроме, или вообще их нет, или когда верификация не подтверждает развитие атрофии, это действительно не требует наблюдения. Другой вариант, когда развивается кишечная метаплазия, это всегда пугает и пациентов, и врачей, поскольку уже вроде бы пройдена вот эта точка невозврата, при которой будет дальше только прогрессирование до рака. Но нет, всё-таки считается, что если нет факторов риска, нет семейного анамнеза рака желудка, диагностирована полная кишечная метаплазия, нет персистенции инфекции хеликобактер пилори, мы её пролечили, подтвердили, в том числе неинвазивными методами эффективности радикации, не выявлены инфекции хеликобактер пилори, в дальнейшем таких пациентов мы в целом не наблюдаем в рамках какого-то такого динамического контроля. Но если существует, как минимум, один из факторов риска в данной ситуации, это либо наследственность, либо верификация неполной кишечной метаплазии, либо нам не удалось с первого или даже с второго раза провести эффективную радикацию хеликобактер пилори, тогда это действительно наблюдение, и наблюдение, опять же, не ежегодное, а каждые три года. Следующий вариант – это когда атрофические изменения не только в антральном отделе желудка, в одном отделе желудка, но и в теле желудка – это распространённый атрофический пангастрит, и наблюдение в этой ситуации в отсутствии таких факторов риска, как, опять же, наследственность и наличие специфического определённого варианта гастрита, аутоиммунного гастрита – это наблюдение каждые три года. Каждые один-два года, то есть практически ежегодное наблюдение, такая опция возникает только, когда мы имеем отягощённую наследственность по раку желудка, и речь идёт, кстати говоря, только о родственниках первой линии по раку желудка. Если это родственники второй линии, здесь уже ассоциация с рисками, она не очень такая сильная. Поэтому если родственники первой линии с раком желудка или аутоиммунных гастрит при распространённой атрофии антрального отдела желудка, тела желудка, наблюдение каждые один-два года. Сложнее обстоит дело, когда мы выявляем дисплазию. И, конечно, задача врача-терапевта в данной ситуации направить, срочно направить пациента в специализированный центр, как правило, это онкологическое учреждение или областное учреждение данного региона, где знают, как лечить рак желудка, где есть мультидисциплинарная команда, которая занимается лечением онкологических заболеваний желудка. И если выявлено видимое при эндоскопии образование, которое верифицировано как дисплазия или ранний рак, то рекомендовано проведение эндоскопического удаления этого образования, и в дальнейшем уже пациент наблюдается ежегодно. Бывает так, что мы не видим патологического участка, и даже в экспертном центре с использованием всех современных технологий визуализации мы не можем найти какой-то подозрительный участок, который ранее был верифицирован как, например, дисплазия, и это бывает при рандомизированной биопсии. Поэтому в этой ситуации нам, конечно же, нужно осуществлять динамический контроль, но рекомендуется это делать не очень скоро относительно. Это через 6 месяцев, если это дисплазия высокой степени, и через 12 месяцев, если это дисплазия низкой степени. И если на очередном контроле мы, опять же, не нашли никаких изменений, связанных с локальной дисплазией или раком, мы должны заново рестодировать гастрит и в дальнейшем уже ввести пациента в соответствии с той формой, которую мы получим при гистологии. Таким образом, уважаемые коллеги, введение пациента с хроническим гастритом – это не очень простой и достаточно увлекательный процесс, и он заключается в тесном взаимодействии врача-эндоскописта и врача-гастроэнтеролога. Поскольку при различных вариантах диагностики эндоскопической и диагностики патоморфологической мы имеем разные варианты наблюдения пациентов, и, безусловно, таким базисом, как здесь подчеркнуто, является лечение инфекции феликобактер пилори и дальнейшее наблюдение пациентов. Спасибо большое за ваше внимание.